Ну, здесь, конечно, в любом отсеке. Посмотрите, сколько всего. Погода у нас не располагает для прогулок, поэтому я сегодня вас поведу в этот шикарный, старинный английский паб. И поговорим мы с вами сегодня о многом в этом пабе. И я вам много чего покажу, друзья. Ну и поговорим о наболевшем. И зашла я в этот бар на самом-самом берегу специально для вас, друзья. И я села специально вот с этим капитаном, с этим вот колоритным пиратом. Вы только посмотрите. Ну, не только сам пират представляет интерес. Посмотрите, у него ведь всё классное и интересное. Посмотрите на это кресло, сделанное из таких деревьев, которые выловлены. И это в море. Ну, фантастика, друзья. И вот я специально хожу в такие экзотические места. Вы знаете, что это у нас спайглаз паб? Здесь, конечно же, морская тема, пираты. И пабу этому чуть больше двухсот лет. Ну вот, хочу обстановочку вам показать. Насколько здесь всё старинное. Насколько здесь всё именно английское. Вот это мебель Чип и Дэйлс. Вот этот вот ковролин внизу на полу. Ковровое покрытие, которое всё время хают мои зрители, многие из них. Вот, посмотрите, Black Jack, чёрный джек. А тоже это портрет, представляющий интерес. Вот эти различные медные фонари. Хотела показать вам вот эту старинную карту. Но вы представляете, вот отсвечивает, потому что всё это под стеклом. Для того, чтобы дольше сохранялось под стеклом. Но вот эти карты, я вас уверяю, они тоже очень популярны у тех, кто разбирается. У любителей истории, у ценителей. У коллекционеров. Вот какая-то рыцарская перчатка здесь. Тоже интересная вещь. Это, наверное, чей-то герб. Вот это тоже, посмотрите, довольно старая картина. И вы видите, что это вышивка. Вышивка гладью. Ну и вот эти объёмные макеты, конечно же, под стеклом. Тоже очень интересны. А вот сзади здесь, сзади меня, на стуле лежит вот такая вот штука. Посмотрите, что это такое. То ли это остатки какой-то мачты, то ли это багор, то ли это что. Ну, я не представляю даже. Единственное, что я могу сказать, что это очень старая тоже вещь. Ну и также, ваше обращаю внимание наверх, посмотрите. Это не просто здесь палки такие на балках, а это вёсла. Различные вёсла и шесты тоже вот они. Вообще здесь, в этом баре, настолько много интересных старинных вещей, что, вы знаете, если вдруг его надумают расформировать, то даже просто вот это всё распродать на аукционе, это всё, я думаю, может быть даже дороже стоимости самого паба. Ну, потому что огромное место занимает этот бар. Посмотрите, здесь несколько помещений и всё сплошь увешано и уставлено вот этими старинными вещами. кардинами, мебелью, фонарями и парусниками, макеты парусников. Посмотрите, какая грандиозная картина. Сейчас поближе покажу. Женщина на вёслах в шторм. Шторм такой же, как у нас сейчас. Ох, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как вы понимаете, я могла бы просто здесь с вами сесть. Да, могла бы вообще вас не приводить в этот паб, вы знаете. Потому что всё это для меня, например, уже известно. А для многих из вас, опять же, понимаете. Слушать какие-то истории, что я говорю не так, показываю не то. Порой не хочется. Посмотрите, винтовка огромная, длинная, старинная. Боже, как интересно. И опять весло наверху. А это, конечно же, королева Виктория. Портрет королевы Виктории. Как вам его без бликов показать? Камин. Камин. Ну, камин сам по себе особенно не представляет интереса. А просто... Вот эти рынды, посмотрите. Ну, вот, я прошлась с вами. Я прошлась только по одному крылу. Я не стала туда дальше ходить уже. Я показала вам немного стойку бара. И я показала вам два помещения. Маленьких из четырёх здесь существующих. Именно такая атмосфера, она и представляет наибольший интерес для людей, которые посещают Англию. Можно, конечно, встретить такие же пабы и где-то в Лондоне. Но вот именно здесь, на острове Уайт, всё это представлено наиболее грандиозно и масштабно. На мой взгляд, это так. Ну, а я нашла себе маленький столик. Уединённое такое здесь место. Вот я его вам вокруг показала. В этом пабе вот такие здесь подставочки под напитки. Когда-то, вы знаете, я даже их коллекционировала, когда только приехала в Англию. И у меня их порядка, наверное, сотни абсолютно разных, отовсюду. У меня Рентон, мой муж, очень любил посещать все эти пабы. Пиво чисто английское любил постоянно пить каждый день. И поэтому я с ним ходила по пабам. Опять по пабам. И вот брала вот такие вот себе сувенирчики на память. Кстати, эти сувенирчики, они вот разные. Даже здесь, посмотрите. Две разные, если посмотреть. И там по столам, возможно, ещё другие. Ещё. Что я хочу сказать. Что уже теперь я не буду спорить ни с кем в комментариях. Я не буду что-либо доказывать. Я не буду доказывать свою правоту. Я не буду оправдываться ни в чём, ни о чём. Я просто хочу сказать, что у меня нет на это ни желания, ни времени. То, что меня расстраивает и, как говорится, то, что меня сбивает иногда. И иногда мне хочется всё бросить, когда на меня идут какие-то странные нападки, ничем не обоснованные на мои рассказы. Я бы уже бросила давно. Я ещё раз подчёркиваю, что та прибыль, которая идёт с моего канала, это мизерные деньги. И они не стоят тех нервов и того времени, которое я растрачиваю для того, чтобы всё это вам показать. Вы знаете, я бы бросила. Но вот почему-то мне жаль именно тех моих адекватных зрителей, которых у меня на канале, я надеюсь, тоже много. И которые не поставят лайк под каким-то отвратным комментарием, задевающим меня. Я надеюсь, что их всё-таки много. И мне хочется говорить именно с такими людьми, понимающими вот именно то, что я вам и сказала, то, с чего я и начала свой рассказ. Сейчас вряд ли ещё когда-нибудь кому-нибудь придётся и выпадет возможность увидеть воочию те места, которые я показываю вам открыто, с радостью и бесплатно. Понимаете, друзья? Ну, а я пока сижу с вами в этом пабе, пью кофе. Вот и смотрю в окно, да, хотела я добавить. Вот, вы знаете, пересела я сюда, хотела показать вам в дверь вот этот океан бушующий. Ну вот, к сожалению, из темноты напротив не показывает, конечно же, моя камера. Я хочу дальше с вами продолжить наш разговор. Вы знаете, во-первых, я давно уже вам не рекомендовала никаких новых фильмов. Давно уже ничего не рассказывала о том, какие фильмы я смотрю и какие я вам хотела бы порекомендовать. Так вот, недавно я посмотрела фильм, который называется «Пробуждение». Это фильм «Россия», по-моему, мини-сериал. И там в главной роли Евгений Миронов, который очень классно сыграл. Ну, впрочем, как, наверное, всегда. И вообще фильм супер. Я рекомендую вам посмотреть всех, кто не видел. Вот, обратите внимание, пока я вам рассказывала о фильме, да, вы видели. Зашёл англичанин. Это у нас ещё остатки туристов здесь с материка. Хотя большинство уже уехало, конечно. Сегодня у нас 28 сентября. Но ещё остались здесь туристы. И вот, наверное, ценитель тоже старинных картин и вот таких вот пабов. Вот он увидел вот эту картину, этого чёрного Джека. И он её сфотографировал. Вы видели, да? И ещё один фильм я сейчас смотрю. Именно. Он очень длинный сериал. Называется «Остаться в живых». Английское название «Лост», по-моему. Это сериал шестисезонный. Он начался в 2006 году. Уже он старый, конечно же. Может быть, многие уже его и видели. Фильм «Фантастика. Перемещение во времени». Вот именно этот фильм тоже, вы знаете, он даёт огромную информацию для размышлений. И это тот фильм, который я также вам рекомендую. Вот вы знаете, для меня этот фильм, он открыл как-то тоже глаза на многие вещи. На многие вещи я стала смотреть по-другому. Вот поначалу даже мне показалось, что этот фильм о чистилище. Потому что там после крушения попадают люди, оставшиеся в живых, на остров необитаемый в Тихом океане. По-моему, там где-то недалеко от Индонезии, от Таиланда, кстати. Всё тут вот рядом как-то, представляете, как интересно. Всё перекликается. И даже когда они гуляют по этим джунглям, по этому острову, остров огромный, и там часто можно услышать птицу, которую в Таиланде по утрам я тоже слышала, просыпаясь утром. И это как-то ещё больше меня роднит, как говорится, именно с фильмом, именно с временем. Я бы его назвала «Чистилище», потому что там вообще кажется даже, что вот люди попали где-то между раем и адом, попали в чистилище. Очень рекомендую спокойно посмотреть. Я вот говорила со своей подругой, она говорит, я видела этот фильм давно, и он меня почему-то очень сильно пугал, там постоянно такая музыка гнетущая, пугающая, страшно. Вот, но у меня было совершенно другое ощущение. Я просто себе представляла остров, на котором я сейчас живу, остров Уайт. Почему-то вот у меня пошла вот такая ассоциация именно с островом Уайт. Знаете, странно, странно, ассоциации странные, но тем не менее. А интересно. Иной раз я даже боюсь вот таких интересных, увлекательных сериалов, потому что они не дают мне спать. Я настолько увлекающийся человек, что начинаю смотреть этот сериал просто бесконечно, не могу остановиться, смотрю иной раз даже до утра. Да, и ещё я хочу сказать, друзья, для тех, кто на моём канале новичок, для тех, кто обо мне ещё не знает, я свои все видео, ссылки на видео, где я рассказываю о себе, о том, как я попала в Англию, они все есть в описании под каждым последним моим видео. Ну, а также, если вы желаете узнать больше об острове, у меня, конечно, есть ещё и страница с плейлистами, которые называются по-разному. Вы можете там найти себе по названию именно ту тему, которая вас интересует. Я почему опять говорю это, поясняю ещё раз, потому что бывает такое, что меня упрекают, опять же, некоторые вновь попавшие на мой канал, что я якобы рассказываю только о мужчинах. Вот, понимаете, опять же, люди, ну, наверное, не знающие меня, и вот так вот случайно, мимоходом сразу поставили мне вот такую оценку, хотя это совершенно не так. И я рассказываю о жизни, о своей жизни, о жизни моих друзей, о жизни англичан много очень. Я рассказываю и показываю этот остров, его красоты. Ну, и ещё, что я хочу сказать. В конце этого видео сейчас я вам дам на экране несколько ссылок именно вот на такие старинные места, о которых я рассказывала, поясняла. Здесь, на острове Уайт, но которые не очень, как бы сказать, много просмотров имеют, поэтому, может быть, вы просто их пропустили, просмотрели, я очень рекомендую вам их посмотреть тем, кто не видел. А на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Берегите себя. Всего вам доброго. Ещё увидимся. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok